Я не считаю компьютерную технику, которая быстро меняется, а нам фактически не выделяют ни копейки денег, ни на учебные цели, ни на укрепление базы. Хорошо, вот не выделяют, что делать? Да, боятся ли практики. Вот вы когда говорите, не выделяют, что делать? Хороший вопрос. Очень хороший. Дело в том, что это все предусмотрено было в смете учебных заведений. Сейчас просто не дают и все. Вы же знаете, как формируется смета. Мы подали столько-то, нам это обрезали и живем, живите как хотите. И училище, я должен сказать, некоторые очень занимаются многопроизводственной деятельностью. По 260 и более тысяч зарабатывают. А с торговой коллеги, лицей, сферы услуг, ну, другие поменьше. Но вот вернусь к тому, вот вопросы, которые стали, что, как бы вот, ну, я, может быть, такое предложил. Может быть, при совете городских предпринимателей создать какой-то фонд общегородской. Я не знаю, еще не готов сказать, какой там процент отчислений, чтобы финансировать, вот, или подготовку, или производственную практику прохождения ребят на производстве. Но от этого вам никуда не уйти. Потому что управление образованием, вы же понимаете. Игорь Николаевич, а что вы по этому поводу? Мы даже не можем, у нас в чем планируется от достигнутого, и все. Ну, если позволите, два соображения. Первое. Мне кажется, вот показанный опрос молодых людей, свидетельство того, что ни сами они, ни их родители в свое время не думали о том, чем придется заниматься после окончания учебного заведения. Вот в этом смысле мне кажется важным, что государство, или хотя бы вот наш город, должен работать уже не с теми, кто учится в УЗИ, а со школьниками. Вот с этой целью в системе государственной службы занятости существует функция, в которой работают определенные люди, которая называется профориентация. Важно рассказывать детям в выпускных классах о том, что их может ждать в серьезной жизни после окончания учебного заведения, либо после школы, либо после ВУЗа. Вот в частности с этой целью мы практически во всех школах города разместили так называемые профтерминалы, которые явно собой не решают все вопросы, но которые дают хотя бы начатки знаний профориентационных тем детям, которые будут заканчивать школу. И второе соображение. Служба занятости государственная в себе имеет определенные центры образовательные. Ближайшие к нам находятся в Симферополе, мы сориентируем на него. Служба занятости, конечно, сориентирована прежде всего на работу с людьми уже зрелыми, безработными. Не только, но прежде всего. И вот как раз в этой системе у нас хорошо реализован вот этот заказ. Мы не учим просто так. Мы учим людей, повторяю, правда, действительно, безработных прежде всего, по тем специальностям, на которых существует заказ работодателя. Мы оплачиваем это обучение людям, мы оплачиваем в определенном смысле предприятию. И таким образом достигается определенный разумный баланс. И самое главное, средства не уходят понапрасну, как это сейчас, к сожалению, бывает в системе высшего образования, в системе образования ПТУ. Более того, у нас такое образование и обучение получают не только в системе специальных образовательных центров. Вот если кто-то видел, к примеру, совершенно сумасшедшие центры создали в Одессе. Его открывал сам президент, оснащенный самым современным образом. Но это нужно посмотреть. Туда не грех ехать людям не только из ближайшей округи, а буквально со всех регионов Украины. Хочу сказать, что образование получают наши клиенты не только в таких центрах образования, а еще и на предприятиях. Вот мы говорили о Морзаводе. Морзавод, например, получил лицензию по образовательным услугам. Он получил определенные лицензии на определенные специальности, в частности электрогазосварщик. И теперь мы, в случае потребности работодателя кого-либо в городе, направляем на обучение на морской завод. Платим морскому заводу обучение. И выходит это до специалистов, который практически гарантированно... Морзаводу сколько вы платите за подготовку? Ну, там в зависимости от цикла обучения, ну, где-то один человек обходится гривен 300-400. Цикл обучения? Да. Причем здесь хорошо. Здесь есть и теория, и практика. Оттуда выходит дипломированный специалист, который практически гарантированно будет трудоустроен. Иначе мы не имеем права посылать человека на обучение без гарантии его трудоустройства. Ну и давайте еще послушаем, на какие же деньги рассчитывают наши молодые ребята в случае, даже если они пойдут по избранной ему пути, по той профессии, по которой учатся. Ну, по крайней мере, на данный момент тысячи три. Тысячи три, как всегда? Да. Примерно заработать хотелось бы хотя бы тысячи три тоже. Мне кажется, это нормально было бы. Ну, как и все хотят, конечно, минимум три тысячи, чтобы хватало на жизнь, жилье, продукты. Как всем нормальным людям. Ну, предварительно около четырех тысяч. Ну, сначала, думаю, мало. Это стажем нарабатывается. Ну, конечно, всегда хочется зарабатывать больше. Побольше. Как получится. Если брать то, что минимально от полторы тысячи гривен, то сначала минимально, а потом, думаю, карьеру будет успешно. Какое-нибудь хотелось бы? Хотелось бы, чем можно больше. Не знаю, чем больше, тем лучше. Не меньше двух тысяч долларов. Знаете, вот очень характерный разговор, как раз подтверждающий мои слова. Понимаете, вот можно опять. Я не говорю, что это правильно, неправильно. Но как это всегда было и так есть. Вот берем советское время, да. Ну, я беру так, округляю немножко. Средняя зарплата 200. А шли работать на предприятии на 100, на 120. Помните, да? Вот молодой специалист. Почему? Потому что ты от среднего уровня квалификации представлял из себя половинку. Понятно, да? Я могу сказать, что сейчас средняя зарплата в городе Севастополь, вот сегодня, говорю, за февраль месяц, 2264 гривен. Разделите пополам, сколько будет? Понятно, там, ну, 1100 с чем-то, 1100. Но ни один человек не говорит 1100. То есть мы знали, что мы идем на 1130, и перед нами есть возможность достичь там 2000 гривен, 3000 гривен и так далее. А сейчас ситуация состоит в том, что все ребята говорят, вот цифры там три и выше. Ребята, вы столько не стоите. Ну, я говорю, откровенно, вы сегодня столько не стоите. Так тогда опять получаются ножницы. То есть вот условно говоря, в чем проблема сегодня многих молодых людей? Они говорят, а чего это ради, мы за такие деньги должны работать? Вот сейчас огромная проблема Украины, скажем, сравните Украину и Китай. Что они, если брать производительность труда, ну, я так боюсь ошибиться, но вот на рабочей миссии, наверное, производительность труда раз в пять выше, чем у нас. Понимаете, да? И у них уже действительно другие зарплаты. Но следствие производительности труда, не потому что китайцы, не китайцы, просто они значительно больше делают продукции в единице времени. А мы сегодня, вот у нас вот такой разрыв реально существует. И вот, ну, реально все говорят. Вот я совершенно не удивился. Вот три тысячи, я так думаю, три-четыре тысячи будут говорить, так оно и есть. Ну, они столько не стоят. То есть у вас, как у руководителя, есть какие-либо сегодня рычаги влиять на высшее профессиональное училище, на предприятие, на центр занятости вот в городе, чтобы как-то внутри решить те проблемы, на которые вы подняли планку по экономике? Наверное, да. Но сегодня я хотел бы сказать по-другому немножко. Вот понимаете, мы где-то стоим, значит, ну, таких моментов несколько раз наша страна проходила. Сейчас не будем говорить, там, СССР, там, Россия, значит, Украина. Значит, проходили несколько раз этот момент. Вот мы сейчас стоим перед такой же необходимостью, в которой мы стояли в момент начала, грубо говоря, индустриализации и создание того же правотехообразования. Помните? Мы недавно 60 лет отмечали, да? 70. 70. Причина. Причина состоит в том, что если мы сейчас не пересмотрим подходы к подготовке рабочей силы, то не с кем будет работать. Вот вышли ребята. Ну, я прошу прощения, еще сейчас вот не спрашивали по какой они специалисты. Один инженер-механик, остальные экономисты-юристы. Ну, грубо можно сказать, спасибо не надо. Потому что, ну, достаточно. Мы даже, когда готовим этих специалистов, мы все время исходим из того соотношения АУПа и инженерно-технических работников, которые было в Советском Союзе. В современном квалифицированном предприятии это в 3-4-5 раз меньше. Мы сейчас первый раз запланируем нашим коммунальным предприятиям проценты, значит, соотношения фонда зарплаты АУПа и так дальше, и так дальше. Причина состоит в том, что этих людей мало. Ну, я грубо скажу, вот мы запланировали там предприятие вместе, ЭТР и АУП, 16%. Понятно, да? А вот можете вы, например, как город дать какие-то льготы? Ну, вот производству. Если они наберут молодых ребят, будут готовы выключить. Ну, знаете, что я хочу предлагать? Я хочу предложить несколько другого. Налоги на землю, может быть, или другие варианты. Налоги на землю требуют все. Вот все в морзовод уважаемые, у меня интересная с ними переписка. Они пишут так, освобождайте нас от налога на землю, мы будем лучше работать. Я говорю, дайте, пожалуйста, свой план, когда вы начнете больше работать. Я говорю, теоретически можно освобождать от налога на землю, но мы должны увидеть, в какой момент город получит плюс от этого решения. То есть, условно говоря, они дают программу, пишут, через три года вы налогов будете получать в два раза больше, освободив нас сегодня от этого. Такую программу никто не дает. То есть, а тогда чего освобождать, если вы не даете предложение? Но я не считаю, что ситуация опять, скажем, тупиковая. Я вот буду предлагать, не знаю, депутатам и бизнесу, такой компромисс между интересами города, подготовки рабочих кадров и вот сегодняшним нашим законодательством. Закон предусматривает, вот уже сейчас, уменьшение ставки налога на прибыль. Вот, да. Но я буду предлагать на региональном уровне эту ставку, есть такое право у местных властей, сохранять эту ставку. Ее сохранять, но при одном условии. Эти деньги не растворять в бюджете, а целевым порядком направить только на подготовку рабочих кадров. То есть, бизнес, в моем понимании, должен сказать, это справедливо. То есть, если я сегодня, грубо говоря, скажу так, вы деньги отдайте, а мы тут на ремонт кровель, они говорят, это ваши проблемы, мы там не хотим участвовать. А если мы под эти деньги, ну, цифра, пускай, для начала, 5 или 6 миллионов гривен, говорим, вот, товарищи, давайте мы берем и начинаем готовить. Первых 100 человек рабочих специальностей с типендией, понятно, да? С покупкой оборудования. То есть, мы тратим деньги на покупку оборудования, этих станков, но делаем уже не просто так, училище, знаете, как училище, ну, там, в моем понимании, стипендии, сколько сегодня стипендий в Патруле, я даже не знаю. 240, а стипендия, ну, должна быть минимально 1000 рублей. Вот это стипендия, которая есть, для того, чтобы он понимал, вот, если он будет получать стипендию, там, 4 или 5 раз больше, он просто будет понимать, что его готовят, имея в виду, что он и зарплату будет получать такую, понимаете, да? То есть, он уже не просто так в него вкладывает, там, город, или государство деньги, оно вкладывает с той целью, чтобы завтра его, ну, в хорошем плане эксплуатируют, чтобы он вернул эти деньги. И вот здесь надо просто думать, еще раз говорю, вот, ну, вот, а чтобы мы друг друга не заклинали, денег больше не будет, вы понимаете, да? То есть, опять, вот, круг какой, в чем состоит? Налоги зарабатывают предприятия. Вот, сидит ООО Южного, вот, что оно заработает, значит, вот эти налоги, мы там, в итоге, я как глава администрации предлагаю, это сюда вложить, это сюда вложить, это сюда вложить. Но, если образовался вот такой, вот, значит, дисбаланс с возможностью предприятия подготовки гадров, надо думать, тогда включать режим заказа. Я вот, ну, две вещи, я вот, все-таки считаю, что в Севастополе нельзя потерять судоремонт. Вот сейчас Тамара Николаевна будет говорить, что я долго отвечаю. Да, да, я просто хочу сказать, что мы, уважаемые телезрители, уважаемые гости, я благодарна вам за эту очень важную тему. Мы только направили главный вектор в нужном направлении, в направлении взаимодействия города, предприятий и вузов, или ВПУ, а также рядом с нами всегда центры занятости. Поэтому вектор направлен, тема не заканчивается. Мы ставим запятую или многоточие и продолжение темы на Севблог. Обращайтесь, адрес вы видели у нас на экране и продолжаем эту тему. А сегодня главный вектор завершает свою работу. Оставайтесь на телеканале СТВ и смотрите нас в прямом эфире. Всего хорошего, до свидания. Спасибо. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин